Защититься от коронавирусной инфекции можно путем вакцинации. Она необходима, чтобы уберечь себя и близких от тяжелых последствий течения болезни и для создания коллективного иммунитета. Каково общее количество вакцинированных в регионе и какие вакцины сейчас доступны? Дарья Чупрова продолжит. Пункт вакцинации от COVID-19 в культурно-деловом центре Арктика открыт ежедневно. По будням медики работают с 12 часов дня до 6 вечера. Выходные с 10 утра до 4 дня. Сегодня жители округа приходят уже и на ревакцинацию. Первую кривику делал в феврале, вторую – в марте. Посчитал, что это наш гражданский долг – обезопасить себя, обезопасить семью, обезопасить тех людей, с которыми я общаюсь. Перед вакцинацией производится обязательный осмотр со сбором анамнеза. Измеряют температуру и давление, пульс, сатурацию. После сбора анамнеза фельдшер определяет, какой вид вакцины необходим. Впрочем, право выбора остается за пациентом. Есть определенные противопоказания к вакцинации. Это тяжелые хронические заболевания в остром периоде. Есть противопоказания, когда человек болеет вирусной инфекцией, то есть это острое состояние. И тяжелые аллергические реакции и по иммунной системе. То есть все это, конечно, у нас идет через консультацию врачей и узких специалистов о допуске к данной вакцинации. На сегодняшний день в Ненецком округе вакцинировано 14 390 человек. Для достижения коллективного иммунитета региону был поставлен план в 19 тысяч человек. Но из-за большого количества заболевших было решено изменить цифру до 25 тысяч. Завершить вакцинирование жителей Заполярья планируют к ноябрю этого года. Сейчас у нас есть все вакцин. У нас и спутник ВИИ есть, и ПИВАК есть, и КВИВАК, и спутник ЛАЙТ. Все три вида вакцин есть. То есть у нас министерство на контроле держит количество вакцин в режиме онлайн. И как только регионы подходят к критическим точкам по вакцинам, то осуществляется доставка. Напомним, пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах региона. Во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в центральной районной поликлинике Заполярного района, в прививочном пункте во Дворце культуры Арктика. Все пункты вакцинации работают в порядке живой очереди.